Годы Великой Отечественной войны стали испытанием для советского народа. Каждый ковал победу на фронте и в тылу. Взрослые и дети вносили свой вклад в борьбу с фашистами. Одновременно с солдатами и работниками тыла на поле боя в строй встала песня. Именно песня поддерживала дух народа и поднимала патриотизм в сердцах. В первые месяцы войны советские композиторы сочинили десятки песен, большинство из которых ушли на фронт. Слова военных песен точно отражали события тех лет. Грели душу и поднимали дух в самые тяжелые моменты. Простые, но в то же время глубокие строки, лучше всяких приказов и наставлений, рассказывали о патриотизме, о крепкой солдатской дружбе и, конечно же, о любви, вопреки всему. Фронтовая песня – это песня души. Песня, которая пелась в непростых условиях. Когда люди погибали, видели каждый день смерть и тем не менее пели о любви. Им хотелось, им хотелось окунуться, наверное, в какие-то тихие промежутки между боев туда, в свою прошлую жизнь, где пахнет хлебом, скошенной травой, теплыми ласковыми руками либо матери, либо жены, либо сестры. Ну и, наверное, девочкам хотелось того же самого, потому что, допустим, песня «Катюша», которая занимает в моем репертуаре не последнее место, звучит именно от девушки, которая хочет передать бойцу то, что она бережет. Она бережет эти мысли, она бережет воспоминания, она трепетно к ним относится. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Благодаря песням люди не сдавались, не черствели под натиском обстоятельств. У многих советских солдат были свои музыкальные альбомы, которые еще долгие годы вызывали слезы из глаз не только у фронтовиков, но и у последующих поколений. «Катюша», «Синенький платочек», «Дороги», «Журавли», «Землянка» и многие-многие другие. Эти песни стали символом победы, символом мужества и героизма. Песни военных лет помогают не забыть о великом подвиге нашего народа. Мы всегда будем несломленными победителями, пока в наших сердцах живут песни тех времен. И 9 мая предлагаем всем жителям нашего района принять участие в акции «Поем двором». Для этого надо просто договориться со своими соседями и со своих балконов или окон исполнить любимые всеми песни военных лет. Снять это на видео и отправить в соцсети с хэштегом «Поем двором». Пусть песенный марафон в День Победы охватит весь Славянский район. Поцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. «Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают». «Раскудрявый клён зелёный, лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой, Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной». «Наступающим праздником Победы». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».